Всем привет! Вы на канале о обыкновенной жизни на необыкновенных Филиппинах, где мы делимся своим собственным опытом проживания в этой чудесной стране. В прошлом ролике мы начали рассказывать о нашем путешествии, мотопутешествии в горы соседнего городка Сагод. Туда мы решили отправиться, потому что местные горы в нашем Катмон мы уже объездили вдоль и поперек. Насмотревшись на очень интересную гору с ласточкиными гнездами, мы начали подниматься выше, но, увы, тут нас ждала неприятность в виде пробитого колеса нашего скутера. Скутер пришлось оставить. Ну а так как мы были в горах и сигнал сотовой связи здесь недоступен, нам пришлось походить и поискать этот самый сигнал для того, чтобы дозвониться Андрею, чтобы тот, в свою очередь, приехал к нам на помощь. Сигнал мы нашли и Андрею дозвонились. Ну а пока мы его ждали, у нас было достаточно много времени, чтобы побродить по округе и изучить дивные тропические растения, о чем мы и рассказывали в предыдущем ролике. Обязательно, друзья, его посмотрите, если вы его еще не видели. Ну а потом, когда Костя и Андрей занимались скутером, я решила прогуляться по округе, не пропадать же такому чудесному дню, который изначально был выделен именно для прогулок в горах. Я пошла по дороге по направлению к дому, там внизу мы и встретимся с Костей и Андреем. Как по заказу. Солнце спряталось за тучки. Иначе я бы сейчас, наверное, от жары с ума сошла. А тихо-то как, спокойно-то как, в округе нет души. Куда-то все пропали, даже мотоциклисты. По дороге встретила вот такую вот интересную полянку с травкой, похожей на ту, что растет в России. У нее еще такие интересные колоски-петушки. В общем, друзья, рано я радовалась, что солнышка нет. Вылезло, еще как вылезло. Я теперь иду потом обливаюсь. Перебежками от одной тени до другой. Как в пустыне. Вот с лица текет. Вообще. Я-то собиралась в горы, где всегда ветерок, прохладно. Много зелени. Речушки всякие прохладные, ледяные, скажем даже так. Горно. И вот поэтому я оделась в костюм, который черный. Но зато удобный. И вот сейчас иду и обливаюсь потом. О, хорошо, вроде опять прячется. А вот так, друзья, кто не знает, ну, наверное, мало кто не знает, большинство знают. Вот так растет бамбук. Вот такой вот огромный. Вымахивает. И вот так вот склоняется над дорогой живописно. Класс. Такая вот арка из бамбука. Ну, звуки, конечно, когда тихо, никто не проезжает, не трещит на мотоциклах. Класс. Тропические птички. Пьють, пьють. Слышите? Ну, это уже местные кричат. А вот вновь какие-то цикады застрекотали. Как около нашего дома, которые всегда стрекочут, когда тихо. А когда к ним кто-то приближается, они замолкают. Звуки тропиков. Какая красота. Вон домики виднеются. Какой-то населенный пункт. Дошла. Ой, посмотрите, какая красота. Какие цветы. Я узнаю эти цветы. У нас такой в России дома растет. Даже такого же цвета. Он называется чайная роза. Да, и бутоны вот такие же. Смотрите, а здесь он растет на улице. Какая красотища. Как он густо цветет, обильно. О, и шинка тут рядом. Там оживление. В связи с тем, что Костя с Андреем подъехали, сейчас посмотрим, что такое филиппинская деревенская шиномонтажка. Я думаю, что для многих это будет интересно. Хеллоу, ребята. Хеллоу. Да, вот такие вот они филиппинцы. Не поздороваться не могут. Ну, это хорошо. Я думаю, сейчас сразу и поехать можно вместе. Да. Покушать уже хочется. У нас сегодня получился целый клуб юного натуралиста. Они тут раскидывают гвозди. Сейчас это. Получай, Андрей здесь приехал, два гвоздя поймал. В колесе два гвоздя. Вон, колесо вспустило. Представляешь? А у них вот такая вот железяка сейчас мы вытащили в лесу. Я выкинул ее от цепи. Вот такая острая железяка в лесу. Короче, без работы не останутся. Они здесь накидывают гвозди. Ну что, все как в России. Что ты удивляешься? Ну ладно. Зато цена хоть другая. Ну да. 40 песо. 40 песо? 40 песо. А, ну ладно. А это что за огонь горит? Это их не вулканизация. А, да? Они же латки. Латки это для глупых американо. Они так все. Фундаментально. 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 Ух ты. Первый раз такое вижу. Пульбулятор. Пульбулятор. Вот такой вот, друзья, филиппинский традиционный шиномонтаж. Сейчас нам заклеивают камеру. И мы поедем домой. И на сегодня наше приключение, наверное, уже закончится. Но зато мы столько растений рассмотрели. Да, я твой мясо уже успел замариновать. Как где-то... Ааа, класс. Ты на шашлык. Класс. Я только вот замариновал. А походу еще гвозди. Улики. Улики. Они уже заклеили, нет там колеса? Да, будут клеить. Ты дырку, да, нашел? Нилс. 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 Были целые колеса, пока сюда не приехали. Съездил на сопку. Видишь, они здесь раскидывают гвозди, они же и ремонтируют. Вот один гвоздь сидит, вот один гвоздь. Вот он один. А вот он второй гвоздь. Вот он, второй. Вот. Это буквально вот в этом районе. Потому что Андрей ехал все нормально, только шинку проехал и сразу... Да мы сами с тобой приехали, когда на днях же. Да, у нас же здесь же он и начал пшикать. Помнишь, мы вот уехали? Нет, нет, на роусере мы на днях с тобой. Неделю назад он стоял на целых колесах. И вот два гвоздя, представляешь? Они здесь их раскидывают. Здесь же работает, здесь же работает. Он их кидает. Ну, это работа шиномонтажника. Вулканизатор. Это вулканизатор. У нас в России такими вулканизаторами, я помню, пользовались в 80-х годах. Ну, в 90-х уже не пользовались, уже латки корейские ставили, кругленькие. В 80-х годах еще пользовались. Поршень, значит, прижимают, бензин в поршень наливают, поджигают. Вот бензин выгорел, поршень нагрелся. Сырая резина расплавилась, дырка заклеилась. Но это в 80-е годы, это у нас. Ну, мы же знаем, что мы на Филиппины приезжаем как назад в прошлое. Ну, а у них это до сих пор. Это у них еще считаются высокие технологии. Подходи, буду ремонтировать. Что? Подходи, буду колеса ремонтировать. А тут, смотри, настоящий автомагазин еще. Герметик. Сколько он стоит? Ух ты, тут и резина. Там он не найдет. И масла какие-то. Вот так гвозди вытащить, гвозди вытаскивают. Что ж тут такое клеят? И вот на шапке заклеивается. И все, да? Стравить, налить, гвозди вытащить и накачать. Пока клеится колесо, я решила не терять времени даром. И попросила Костю отвезти меня пониже, поближе к цивилизации. И прогуляться там, чтобы показать вам аутентичную филиппинскую глубинку. Вот у меня Костя, вот до такого ближайшего населенного пункта. А сам вернулся за Андреем, за колесом и за скутером. Потом они поедут домой и на обратном пути. Вернее, сейчас отремонтируют скутер, поставят колесо на место и заберут меня. Ну, а я пока прогуляюсь. Ну, прогуляюсь здесь. Не там в горах. Почти в горах, докуда мы доехали. А здесь уже ближе к населенным пунктам. Может быть сейчас магазинчик даже какой-нибудь найду. С прохладной водичкой. Если повезет, с мороженым. Ну, найду хорошо. Не найду. Ну, позже куплю. Но здесь пешком ходить намного приятнее. Потому что здесь уже больше растений и больше тени. Вот еще дорожка интересная вверх куда-то. Надо будет нам в следующий раз заехать сюда, а не туда, где разбрасывают гвозди на дороге. Ой, ну здесь хорошо, прохладно. Такое интересное какое-то здание. Ну, это вот жилой дом. А это что? А, магазин. Такой, со стеклянными большими. Со стеклянными большими. Как у нас раньше в России-то. Помните, были? Стеклами. Окнами. Ну, закрыт. Вообще прикольно. Кто-то, видать, построил. Вот домик, вот магазинчик. Рядом. Класс. О, здесь стройка. Целый жилой комплекс. Первый этаж уже заселили. Так, цивильненько, культурненько. И строится второй этаж. Скажем так, многоэтажное, многоквартирное строительство. Вот здесь. В глубинке Филиппин. Острова Сибу. Ну, а я иду дальше. Вот такое строительство. А здесь дальше. Вот такие вот тропики. Настоящие Филиппины. Лианы какие красивые. Вернее, цветы на лианах. Красивые. Интересно пахнут или нет. Ну, а здесь прям целый тропический лес. И лианы, и папайи. Вон они растут. Маленькие папайи цветут. Опять дерево огромное с лианами не спадающими. Красота. Ну, что ж, идем дальше. Дорожка только здесь вот такая вот отвратительнейшая. Причем дальше, вот где мы ездили, я не знаю, может быть, видно было в роликах. Дорога просто отличная. Там выше. Ну, а здесь, видать, еще не отремонтировали. И все, кто доезжает до той дороги, в принципе, едут вот по этим колдобинам. По этой разбитой дороге, по узкой. Ну, а там-то дальше, что поразительно. Дорога широкая, двухполосная и хорошая такая, зацементированная. Ну, а здесь вот так внизу. Удивительные Филиппины. Здесь вот такие вот скромные домики. Но этот бетонный. Но вот почему-то филиппинцы... Вот еще бетонный домик. Низбетонный, вверх. Плетенка. Ну, не любят они красить свои дома. Я не знаю почему. То ли от лени, то ли от бедности. Мне почему-то кажется, от лени. Вот живут вот в таких вот просто оштукатуренных домах. И, что характерно, внутри у большинства они также просто оштукатурены. Вот такая, друзья, у нас с вами получилась внеплановая прогулка по глубинке филиппинской. По настоящим филиппинам. Изначально мы с Костей планировали просто прогуляться в горном... По горной местности. Там прохладно. По горной местности городка Кармен, который расположен рядом с нашим Котмон. Я даже, собственно говоря, и не планировала много сегодня снимать видео. Взяла с собой фотоаппарат, потому что фотографии это то мое хобби, которым я давно не занималась. И хотела сегодня сделать несколько... Ну, сколько-нибудь хотела сделать фотографий и поработать с фотографиями для души. Но получилось, как получилось. Вот такой вот спонтанный репортаж из филиппинской глубинки. Мы рассказали вам о филиппинской природе. Сейчас я иду по аутентичной филиппинской деревеньке, которая находится выше хайвея. Напоминаю, я не помню, рассказывала или нет. На филиппинах большая часть населения... О, здесь, смотрите, музыкант какой живет. Музыка грохочет. Вообще филиппинцы такие музыкальные. Музыкальный народ очень любят музыку. Петь и громко слушать. Я не знаю. Я бы, наверное, если постоянно мой муж дома крутил так громко музыку, я бы, наверное, его убила. Шутка. Так вот, прогуляли с вами вот по такой вот аутентичной филиппинской деревеньке. И что я не договорила. Да, большинство филиппинского населения, оно живет не вдоль хайвея, не в городах, а именно вот в таких вот горах. Удалены от главных дорог, от больших городов. Вообще, остров Сибу, он очень сильно, очень густо населен. Я не знаю, как на других островах, хотя, в принципе, мы путешествовали, когда по другим островам, мы тоже заезжали в подобные местечки. Но чтобы так много было всяких разных поселений и деревенек на островах, на других островах, как на острове Сибу, где-то вот вдалеке, в горах, я, в общем-то, не видела. Ну, а здесь стоит только заехать в какой-нибудь отворот или поворот и подняться чуть выше хайвея. Везде, друг за другом, повсюду, вот такие вот милые филиппинские деревеньки. А здесь прям практически на дороге, фанерные домики. Hello! Любят филипинцы, любят, очень любят жить у дороги. Скажем так, дорога – это филиппинское все. Не пропустят ничего и никого. Какое-то заброшенное здание. Еще написано. Сагод. Мультипурбос. Кооператив. Сагод-Сибу. Короче, кооператив какой-то был. Но сейчас явно тут ничего нету. Здание в плачевном состоянии. И вход забит. И даже зарос лианами. А, небо-то затянуло. Мне-то оно хорошо. Не так жарко идти, но... Как бы дождик не ливанул. Мои-то еще не едут. Ну, ладно, ничего. Я соклю. Дали флажки. Там, по-моему, уже более цивилизованная часть деревни. Там наверняка есть и магазинчики. А, вон, дорога уже. И кафешки. Там я сейчас и посижу где-нибудь. Ух ты! Ух ты, как интересно. Джипни. На Сибу первый раз вижу. Вернее, я давно не видела. Все джипни на Сибу уже, в общем-то, на приколе стоят. И их не используют в перевозке пассажиров. Ну, а вот этот вот. Видать, частный какой-то. А вот тут вот. Какая-то автобусная стоянка. Автобусики тоже стоят. Ну, не едут. Наверное, нет для них работы. Из-за ковида. Тропические цветы чудесные. Я вот такие цветы просто обожаю. Они такие огромные и яркие. Скажем так, глаз радуется. Вот так, друзья, не торопясь, я и дошла до хайвея, разглядывая по сторонам все сама и показывая вам. Здесь меня и забрали, Костя и Андрей, и отвезли домой. И я надеюсь, друзья, что вам понравилась эта прогулка по филиппинской глубинке. И вы немножко больше узнали о настоящих Филиппинах. Спасибо всем, кто сегодня был вместе с нами и досмотрел этот ролик до конца. Всем добра и до встречи в наших следующих видео на настоящих Филиппинах.